И еще один звучный заголовок. Плата за воду может вырасти в два раза в 2013 году. Законопроект на этот счет подготовлен Минфином, документ находится в стадии согласования. Ну это, наверное, про налог на воду, про водный налог. Ну, видимо, да. Интересно, а этот налог на воду, он кого-то касается, вообще как-то связан с тем, за что мы платим? А вот в этом запутанном деле разбиралась наша коллега Ольга Курсна. Громкие заголовки иногда пугают, особенно если заявленная тема касается каждого. Сообщение о том, что плата за воду может вырасти вдвое уже в этом году равнодушным не оставило. Лишь внимательный читатель разглядел. Разговор оказывается о водном налоге, который выплачивают организации, а не жители. Просто сейчас законопроект Министерства природных ресурсов вновь стал актуальным. Потому что без воды и не туды, и не туды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. Кстати, на заседаниях вспомнили, что этот ресурс в России слишком дешевый. Налоговые ставки последний раз индексировались в 2004 году, а за 9 лет много воды утекло. Кстати, ежедневно тюменцы потребляют 170 тысяч кубометров. Возвращаемся от предприятий к населению. Если для физических лиц водный налог не менялся почти десятилетия, то плата за ресурс для обывателей по-другому тариф растет регулярно. С 1 июля он будет платить 283 рубля, а с 1 сентября 293 рубля. Итого с 265 до 293 рублей увеличение на 27 рублей. Чтобы потребители легче переносили подорожание, с прошлого года начала действовать новая система индексации тарифов на услуги ЖКХ. С 1 июля стоимость холодного водоснабжения и водоотведения выросла на 6%, а с 1 сентября еще на столько же. В итоге один кубический метр воды стоит 20 рублей 23 копейки. В месяц по нормативу уходит 9 кубов. Куда же мы без нее? Вода остается самым недорогим из коммунальных благ. С 2011 стоимость одного кубометра выросла менее чем на 2 рубля. Кстати, вопреки слухам, ее стоимость одинакова и для тех, кто установил приборы учета, и для тех, кто платит по нормативам. Капля за каплей уже в этом году потребители снова заметят подорожание. Вторая волна накроет нас в июле. Ольга Курсман, Александр Вережанин, Сибинформбюро.